Друзья, есть у меня определенное подозрение, что следующая пара нашего вечера будет Аблайхан Жусупов против Мишака Муанкемуэ. У нас очередной достаточно успешный боксер-оллипиец из сборной Казахстана. Аблайхан Жусупов, надо отметить, был признан Аибой в 2013 году как самый молодой талантливый боксер Азии. Если я все правильно понимаю по количеству поединков, двухкратный бронзовый призер. Абсолютно верно, я подумал. Серебряный призер чемпионата Азии в весовой категории 169 килограмм. В конце концов он в 2019 году проиграл Андрея Жуковову, который после этого стал чемпионом. В полуфинале, да, в полуфинале. А вот есть такое подозрение, что может мы и не начнем с этого поединка, кстати, а может быть это у нас будет Данила Семенов. Ну да, есть такое подозрение, действительно. И это может быть тяжело. Давайте перейдем к его сопернику, Мута Аджибу, единственный представитель не Танзании и не Казахстана в этом карте. Он из скромной, но горной страны Малави. 34 года ему, в 2005 году дебютировал, продолжительная карьера. 48 поединков он провел. 28 побед, 24 досрочно, 15 поражений, 8 досрочно. Огромное-огромное также количество поединков у него за плечами. Очень опытный он боец. Слушайте, друзья, он достаточно интересными ребятами боксировал в последние годы. Я думаю, постоянным зрителям нашего телеканала имена Максим Власов и Ибрагим Искандаров о многом скажут. Проиграл он, правда, и тому, и другому техническими нокаутами. И, в принципе, не побеждал с 2017 года. Ну а в 2020-м еще не проводил, по-моему, ни одного поединка. Да, все правильно, с декабря 2019-го у него простой. Но в 2019-м году он провел аж целых три боя. Правда, во всех из них он потерпел поражения. У него, в принципе, 8 поражений к ряду. Я думаю, сейчас он будет очень мотивирован прекратить эту серию. Ну вот, вызван в ринг Муса. Сейчас мы его увидим. Что еще можно сказать? Очень много поединков провел у себя на родине в Малави. Первый выезд был в Тога, если не ошибаюсь, в 2012-м. Там он проиграл. После этого до 2015-го снова никуда не ездил. Поражался в Танзании, в Гане, в других африканских странах, в том числе в ЮАР. Ну и вот дважды в России, а теперь на его карту путешествий добавился Казахстан. Но тот факт, что из 28 своих побед 24 раза он добивался досрочных побед, это очень о многом говорит. То есть боец может ударить, умеет это делать. И такой боец вдвойне может быть опасен. Ну и с другой стороны, 15 поражений, 8 нокаутом, пробитый, как говорится. Да, абсолютно верно. Боец, который может как и ударить, так и упасть. Вот скажем, вот такой вот. А еще, кстати, интересный факт. Заявлен он природным крузером, то есть он такой тяжеловес. Просто не гонял. Просто вот как есть, приехал и сейчас с Данилой Семеновым будет драться. К слову о Даниле, совсем скоро ждем его приглашения в Рим и поговорим о Даниле. Аль-Хамду лиллахи кафир. Субхан Аллах. Аллаху Аллах. Шукур, я Аллах. Аллаху 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 Аллаху. Данил Семенов. Казахстан. Дорогие друзья, а вот и природный тяжеловес, по крайней мере, как заявлено, выходит сейчас в ринг. Очередной дебютант в нашем сегодняшнем карте Данила Семенов. Ну, в общем, тоже, по крайней мере, если верить промо-ролику организаторов, один из самых перспективных молодых боксеров Казахстана. Абсолютно верно, да, действительно он считается. Большие на него возлагают надежды в данный момент. Ну, относительно достаточно хорошо он боксировал, скажем так, на любительском олимпийском уровне. И, насколько я знаю, имеет разряд мастера спорта по боксу Казахстана. Причем я не уверен международного ли класса, если честно. Да, но при всем при этом школа, конечно же, есть. Ну, друзья, слушаем ринг-анонсера, ждем начала боя. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Ринг-тега-рефери Бахтияр Жакипов. Друзья, стартует поединок Данила Семенов против Мусы Аджибу. Парень светлого цвета и гораздо выше – это Данила Семенов. И загорелый мужчина из гордого государства Малави – это Муса Аджибу. Да, в принципе, несложно различать этих боксеров. Друзья, у нас есть информация, что 177 сантиметров Муса Аджибу, но я честно не верю. Это 5 сантиметров Данила Семенов. Не похож на 177 Муса, если честно. Такой огромной какой-то разницы пока не видно. Ну, то есть повыше Семенов, но, мне кажется, не настолько маленький, как думает один известный сайт Муса Аджибу. Ну, при этом видно, что габаритней выглядит, конечно, Данила Семенов. Ну, он природный тяж. Я не сомневаюсь, что Муса Аджибу может вообще там меньше 100 килограммов, где-нибудь 95-97, а Данила выглядит, честно, на все 110. Достаточно, да, крупный. Такой массивный парень. Данила. Он мне, Тимур, знаешь, кого напоминает своими антропометрическими данными? Еще одного довольно интересного парня в тяжелом весе, которого сегодня некоторые могут увидеть в прямом эфире. Арслан Елыев, он мне напоминает комплекции. Очень большой, высокий, крупный, да, такой. Причем такой тяжеловес не в смысле за счет массы жировой прослойки, скажем так. Атлетичный. Атлетичный большой. Между тем, мы видели... Богатырь про таких у нас говорил. Муса пропустил уже пару таких достаточно тяжелых боковых. Снова еще один боковой он пропускает. Ну, и пока что все выдерживает. Пока-пока справляется, абсолютно верно. Нацелен на такой тяжелый боковой Данила Семенов, но промахнулся им. Даже немножко, да, позволяет себе промахиваться. Пока не очень точно работает Семенов. Ну, и ударов не очень много. Если честно, сценарий на первый поединок похож. Может, только здесь Муса Аджибу клинчует гораздо больше, чем его танзанийский коллега по цеху. Вот на выходе попытался Семенов попасть левым боковым. Так цепанул, но не очень тяжело. Снова клинч. И тут даже плечо так подключил здесь Семенов. Но рефери делает предупреждение. Не нужно так делать. Там вблизи обменялись боковыми Муса и Данила. Пытается раскачивать маятник. Пытается Семенов подаваться. Приглашает, да, Семенов. Иди, говорит, сюда. Ударь меня, давай. А я тебя ударю. И вот так вот будем бой вести. Видимо, за открытый поединок Семенов он не собирается что-то там хитрить и придумывать. Но видим, что Муса очень много клинчует. Действительно, он не планирует работать. Держит перчатку, такой спойлерит с первых минут. Ну, в общем-то, просто в интересах отжибу ведь не пропустить какой-то нокаутирующий удар. Я сомневаюсь, что... Вот это он и пытается сделать, да. Молодец в первом раунде хочет там сам досрочно победить. Он пока что изучает соперника. Он просто не дает нанести по себе сокрушительный урон. Ему, в общем-то, это удалось после первого раунда. Первый раунд закончен. Достаточно нетронутым, скажем так, уходит на перерыв. Без особых потерь. Да, без полученного урона. Ждем второй раунд. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok У нас второй раунд. Да, продолжается поединок Данила Семенова и Мусы отжибу. У нас, напомню, тяжелый вес. Свыше 91 килограмма. А вот здесь вот попал Муса и отжибу сразу попытался обострить. Я же говорил, что отжибу не просто так приехал развлекаться. А у отжибу очень большое количество досрочных побед. А представляешь, возьмет и отрубит сейчас Данила Семенова. А это бокс, это бокс. Тут может случиться все, что угодно. И смотрите, включился отжибу. Он понимает, что у него шанс. Ну, голову низко опускает. И казахстанский рефери... Очень внятно пытается ему донести. Говорит, не надо держать голову низко, подсказывает ему рефери. Ну, и, видимо, всем богатством своего английского языка сейчас казахстанский рефер воспользовался. Потому что, ну, действительно, Муса отжибу понял, что ему сказали. Да, он начал держать голову выше. Не смотрел там на тренера, чтобы ему перевели. Ну, и Семенов Ударов в начале раунда напропускал лишних. Пойдет ли возвращать сейчас? Ну, он на такое мощное попадание нацелен здесь Семенов. Продолжает отжибу спойлерить, кстати, потихонечку. И пока мы не видим такого серийной работы здесь все-таки от представителя Казахстана. Ну, тяжелый вес. Тут не в каждом пояснике вообще бывает серийная работа. Полностью, полностью согласен. Но какой-то вот хитрости пока, к сожалению, невидимы от Семенова. На самом деле, хочу заметить, для тяжей у ребят темп-то приличный. И скорость хорошая. Но хотелось бы, наверное, немножко увидеть похитрее работы все-таки. Да, абсолютно согласен. Слишком прямолинейно. Оба прям предсказуемые такие парни встретились. А вот здесь вот практически так, не готовя, левый боковой так ткнул. А смотрите, кстати, рассечение. Это одно из попаданий было, да. У Данила Семенова. А может, головами стукнулись. Не знаю. Там опасно было в клинче, на самом деле. Оттуда левый боковой все-таки бросал здесь Муса. Ну да, да. И вполне возможно это могло привести. Если перчаткой, то это просто респект Джибу. Он пока очень хорошо себя показывает против Семенова. Еще минута остается во втором раунде. Ничего такого сокрушительного Муса не пропустил чистого. У него всегда перчатка на виске. Ну и Семенов чем-то его так пока удивить не может. Вот сейчас попал левый сбоку, но в принципе Муса выдержал этот удар. Ну я думаю, Тимур, видишь какая ситуация. Вот так головами сталкиваются ребята. И мне кажется, сечка все-таки от этого. Может, вполне возможно это может. Они постоянно головами. Потому что в клинч смотри как идет, да, все-таки Муса Джибу. Головой вперед прям. Он спасается, он хочет оказаться максимально близко. Может, кстати, понимает, что лицо крепкое, не сечется он. Вполне возможно одно из тактических все-таки таких приемов. Все-таки Муса Джибу очень опытный боец. Да, слушайте, друзья, все-таки не стоит забывать. Танзания о Танзании. 48 боев по профи у Мусы. Несмотря на уровень оппозиции, это все равно серьезный опыт против дебютанта. Олимпийский бокс от профессионального до сих пор отличается все-таки. Да, и это, как многие говорят, практически чуть ли не разные виды спорта. Но, по крайней мере, очень много нюансов. А у нас второй раунд, между тем, позади. Ждем третий. Ждем третий. Ждем третий. Третий раунд Раунд 3 Третий раунд из шести запланированных Во втором раунде, кстати, достаточно хорошо себя чувствовал боксер из Малави И Малави, да, абсолютно верно Смотрите, опять он нацелен на левый боковой Он понимает, что есть рассечение на правой брови у Семенова И, возможно, пытается туда снова попасть Но немножко сумбурненько пока что Муса работает Могу подсобраться Даже если одиночно, то более четкие удары проводить Семенов пытается подобрать ключи к сопернику Пока, мне кажется, ему с ним работать неудобно Не так часто работает передней рукой все-таки Семенов Пока не начинает Данила так разминировать своего соперника Где-то отвлекать Да, и размашистые боковые не доходят Потому что тут же прилипает Муса, когда видит, что они летят И так они смазываются Муса очень сосредоточен на защите Он опасается, его задача больше не столько попасть Возможно, сколько не пропустить Такая двойка, но Муса сразу же разрывает дистанцию Даже не планирует контратаковать Достаточно медленная двойка Мне кажется, просто медленно пока что бьет Семенов Ему будет чуть-чуть скорость нарастить И я думаю, посыпался бы от жибу Но пока-пока не успевает это сделать Данила Семенов Он начинает качать на ногах Где-то выдергивает на себя Очень много клинчей в этом бою Ну и откровенно говоря, не все получается у Данила Семенова Вот да, я тоже хотел вам сказать Ну и смотрите, как огрызается очень острым Муса все-таки Вот тут промахнулся и даже потерял равновесие Много рефери вмешивается в бой Приходится ему Достаточно сумбурно ребята работают С левой неплохо сейчас попал Семенов Третил Может быть вторым номером поработать Даниле Интереса ради Ну слушайте, Муса, наверное Недостаточно часто атакует Чтобы работать с ним, да Вторым это будет очень мало действий И возможно тяжело Данилу, как на своем таком профессиональном дебюте Будет именно так поработать Ну слушайте, тогда нужно прибавлять самому Семенову Он на первого номера-то тоже не тянет У нас как-то так Почти два вторых номера Полуторные номера Если так можно выразиться вообще Действительно Не работает так Из-за спины здесь рефери попросил от Данила Семенова Как-то близко идет пока этот бой На самом деле Близко-близко И Аджибу И пока время от времени достаточно остро так огрызается он То есть Семенов Семенов, да, выбрасывает больше Но я бы не сказал, что он особо больше доносит Вот смотри Раз и пропустил ненужный для себя Подцепил, да Подцепил Аджибу А с учетом того, что Аджибу полегче где-то, но и побыстрее Вот это да Принимая трубку здесь Аджибу Ого И интересный был эпизод Двойна крюков в концовке раунда Третий получается Третий раунда Зур Субтитры подогнали Симон. Субтитры подогнали Симон. Немножечко ошиблись. У нас уже четвертый раунд из, напомню, шести запланированных в этом бою. А Муса Джибуи, смотрите, и пытается уже сам наращивать с самого начала раунда. Да Муса вообще не стесняется в этом бою. Вы же видели в предыдущем раунде. Концовки какую-то он закатил обмен. И пропустил Муса, но даже не смутился. На самом деле Маловиец очень даже реваншист. Он пропускать пропускает, но выдерживает удары Семенова и в ответ лупит не меньше. Конечно, наверное, все-таки раунды Семенов пока забирает. Но при этом я бы не сказал, что у него какое-то безумное... Превосходство, да. Не в технике, не в скорости, не в силовых ударах. Чуть-чуть прибавить Мусе, и он может даже раунды начнет забирать. Ну, а вот здесь вот обратите внимание, Муса, когда идет вперед, он достаточно оказывает много проблем своему сопернику. Попадает где-то, хотя и пропускает, но пока выдерживает. С учетом того, что мы говорили, что он немного выглядит и полегче, и является крузером. Он, в принципе, крузер, да, в отличие от Семенова. Тут природный тяж. Снова несколько ударов от Данила Семенова, но Муса их так переживает очень легко. Мне кажется, вот несколько ударов пробивает все-таки Муса Аджибуи, и не так много сил у него остается. Берет большие паузы, скорость сразу у него падает. Ну, слушайте, друзья, все-таки, кто бы что ни говорил, подготовка подготовкой, но из Африки в Казахстан приехать и на 100% выступать очень сложно. Соглашусь, соглашусь с этим. Ну, при этом, как бы, ожидалось большего, наверное, для меня все-таки от Данила Семенова. Да, конечно. Он находится у себя дома. Он на этот поединок выходил единогласным фаворитом. Оп, хороший апперкот попал, наконец-то, Данил Семенов. Поплыл, поплыл, отжиму, друзья. Стал пропускать. Но пока остается на ногах, а время еще есть. Рефери внимательно смотрит. Ввязался в размен. И будет отсчитан нокдаун. Да, и нокдаун. Он пытается подняться. Прямо практически в своем, в синем углу оказался на полу Муса. Рефери интересуется, готов ли он продолжать поединок. И не вижу я жеста от рефери. Нет, смотрите, выпускает продолжать Мусу. Отлично. Есть еще время у Данила Семенова. Там дал немножко рефери подвосстановиться от жибу. Но тот снова насобирал ударов. Ох, и тяжело, да. Оказался на полу. Нет, друзья. И остановка, остановка, да. Рефери останавливает этот поединок. Мы с вами посмотрели 4 раунда. В четвертом раунде, да, Данила Семенов добился вот этой победы. Все-таки, видим, мы недоволены от жибу. Ну, прибавил Данила. Откровенно говоря, в этом раунде хорошо полетел. И, мне кажется, справедливое решение принял рефери. Да, да. Здоровье все-таки спортсмена находится на первом месте. Это правда. Ну что ж, поздравляем Данила Семенова с уверенным дебютом. Пока что у дебютантов 2 из 2. Все в порядке. Справляются с оппозицией. Ждем следующий бой. Данила Семенов Данила Семенов Данила Семенов Данила Семенов Данила Семенов Данила Семенов Данила Семенов